В день освобождения Бреста город, хоть и отказался от проведения крупномасштабных мероприятий, все же не мог оставить горожан без праздничного настроения. На пешеходной улице Советской, где год назад был открыт уникальный арт-объект, светомузыкальный фонтан, снова запел и собрал вокруг себя людей. В плейлисте фонтаны есть как знакомая многим песни, так и классическая музыка. В целом праздник, ну, какой есть в этом году, но хорошо, что он есть хотя бы вот в таком виде. Все замечательно, хорошо, что у нас есть свой праздник у нашего города, День освобождения Бреста. Все равно праздник сделали для города, все равно интересно. Сейчас пойдем еще оркестр послушаем, уже праздничное настроение. Ну, правильно, приподнятым настроением, радость какая-то на душе. Смотришь, народ в приподнятом настроении гуляет, весело, погода соответствует. Почему же не праздник? Особое настроение горожан создавал не только светомузыкальный фонтан. Празднование 76-й годовщины со дня освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков завершилось праздничным концертом «Память сердца». На Брестском Арбате звучали песни в исполнении брестских артистов под аккомпанемент городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля. В этот вечер в соответствии с датой звучали песни в основном военно-патриотической тематике. Эту программу мы готовили давно, потому что она была изначально задумана к 9 мая. Но так получилось, что 9 мая был немножко так и по известным объективным причинам немножко перенесен, поэтому мы все сосредоточились сегодня. Программа посвящена дню освобождения города Бреста и, естественно, нашей победе. Знаковую песню концерта «Память сердца» исполнил солист Национального театра оперы и балета Андрей Логвинов. Завершающим аккордом праздничного концерта стали вальсирующие пары, которые добавили зрителям положительных эмоций. К слову, на этом праздничная программа не заканчивается. Уже в эту субботу, в День города, запланированы не менее насыщенные и интересные мероприятия.